И именно отечественной науке вирусологии мы во многом обязаны тому, что вышли из пандемии относительно успешно. Да, скептики скажут, что казахстанская вакцина появилась значительно позже зарубежных аналогов, и она в общей массе своего использования в Казахстане была не столь значительной. Но то, что она собственная у нас появилась, уже говорит о многом. И о том, что наша страна стала одной из немногих, кто смог ее разработать и поставить на поток. И о том, что это говорит о высоком уровне развития отечественной науки в целом. Как развиваются другие направления казахстанской научной мысли, как уехавших из страны ученых страна возвращает обратно, и что они дают своей стране в итоге. Об этом Кунца Якурмят. Самые легкие, самые примитивные материалы, просто сложная конструкция. А здесь то, что мы решаем, его математическое. Разработку молодого ученого Азамата Яшмухаметова на первый взгляд сложно назвать роботом, потому как его конструкция представляет собой не совсем то, что мы привыкли видеть в привычном понимании этого слова. В чем и его преимущество. Устройство, сделанное из алюминиевых труб, троса и креплений, может поднять вес больше 10 килограммов, тогда как другие подобные роботы в мире поднимают всего около 200 граммов. Применять его можно в самых различных отраслях, начиная от космических исследований до строительства и машиностроения, говорит исследователь. Мы одни из двух лабораторий в мире, которые разрабатывают новые роботы, так называемые Tensegrity. Этот робот, он может работать в самых суровых средах, под водой, высокая радиация, там, где очень пыльно, там, где буря всегда. И бывают такие экстремальные перепады температуры. Очень живучие и устойчивые. Уже проверили по симуляциям, математика у нас уже почти работает. И теперь в дальнейшем мы хотим его адаптировать больше к применению и проводить, в принципе, там, более такие эмпирические эксперименты, да. Азамат Ишмухаметов один из тех молодых ученых, которые учились и работали за рубежом, но решили вернуться в Казахстан, чтобы развивать научный потенциал родной страны. Знания и опыт он получил в Японии, где также занимался исследованием гибких роботов. И сегодня он трудится в Назарбаев университете, который запустил программу по возврату ученых. Мы приглашаем казахстанских ученых из Америки, Австралии, Франции, Японии и других стран для того, чтобы развивать науку в Казахстане. Сегодня мы создаем лаборатории мирового уровня, чтобы для исследователей были созданы все условия для работы. В сферах медицины, робототехники, искусственного интеллекта, инженерии и цифровых технологий. На заре независимости казахстанская наука переживала непростые времена. Отсутствие финансирования научных исследований, невостребованность их результатов и труда научных сотрудников в целом сделала свое дело. Закрылись многие научные институты, материально-техническая база была почти утеряна, а сильнейшие мозги утекли за рубеж. При таком положении дел о развитии научной мысли не могло быть и речи. И для того, чтобы ее возродить, глава государства еще два года назад поручил увеличить финансирование отрасли до 1% от валового внутреннего продукта к 2025 году. Ну а пока этот показатель значительно ниже. Что же касается человеческих ресурсов, то этому президент уделил особое внимание. По поручению главы государства с этого года 500 казахстанских ученых проходят стажировку в ведущих научных центрах мира. В этом году это 416 ученых пройдут стажировку в более чем одной сотне научных центров 24 стран мира. Число молодых ученых возросло более чем на одну тысячу. Вводится институт постдокторантуры. В целом научный потенциал страны, он очень значительный. В то же время двигатель науки – это исследование. Методом проб и ошибок через эксперименты ученые внедряют свои разработки в практику. А для того, чтобы они могли заниматься наукой в Казахстане, необходимо создавать те условия, которые есть в ведущих странах мира. Сегодня лаборатории Назарбаев университета оснащены современным оборудованием. И пользоваться ими могут не только научные сотрудники этого учебного заведения, но и ученые со всего Казахстана. Главное, чтобы был результат. А результат будет только в том случае, если будет интеграция образования, науки и производства, говорят специалисты. Мы приглашаем крупные компании к сотрудничеству. У нас есть поддержка от государства. Но, конечно, хотелось бы, чтобы корпорации сами были заинтересованы в инвестировании в науку, как в ведущих странах. Но многие не понимают, что исследования – это дело не одного дня. Порой результаты приходится ждать годами. За рубежом это нормальная практика, но у нас зачастую хотят моментальные результаты. Надеюсь, эта ситуация скоро изменится. Тем временем в Казахстан вернулись уже 28 ученых. И если одни из них еще в процессе научных исследований, то некоторые уже достигли результатов. Приложение, оно так вот, знаете, работает. Оно как бы работает в очках, но у него есть еще и другие модули. То есть это не просто очки. Это данное приложение использует искусственный интеллект. Молодая разработчица Жанат Махатаева создала приложение «Ассистент памяти». Суть его в том, что система, встроенная в очки виртуальной реальности, запоминает все передвижения и местоположения человека. Такое приспособление будет полезно людям с нарушениями памяти, говорит ученый. Очки подсоединяются к серверу через Wi-Fi. И на сервер он передает данные. Вот видно, что сервер получил данные. И начинает обработку. Здесь есть камера, которая отображает. Есть вот модуль искусственного интеллекта. Он определяет, где человек ходил и что человек видел. То есть все расчеты делает именно компьютер. И потом компьютер высылает обратно данные очка. И человек уже, допустим, здесь ему нужно вспомнить, где он видел, допустим, данный объект. И он смотрит на карту. По данным Министерства образования, сегодня в Казахстане работают больше 22 тысяч научных сотрудников, 36% из которых молодые люди до 35 лет. И для того, чтобы их количество не уменьшалось, а напротив увеличивалось, необходимо создавать благоприятную среду для их развития. А чтобы их разработки не оставались только на бумагах или виде проектов, важно правильно выстроить механизмы коммерциализации отечественных технологий.